Представьте себе мир, где рыбы выходят из воды, чтобы охотиться на суше. Звучит как научная фантастика, однако это реальность для семи удивительных видов рыб, которые бросают вызов нашим представлениям о границах между водным и наземным мирами. Давайте погрузимся в увлекательное путешествие по миру этих необычайных хищников, чьи охотничьи навыки выходят далеко за пределы привычной водной среды. Вы на канале Дикий мир, и сегодня мы погрузимся в удивительный мир рыб-охотников, преодолевающих границу между водой и сушей. Приготовьтесь к шокирующим открытиям и не забудьте оценить это видео, а также подписаться на канал. А мы начинаем. Пятнистый лосось. Мышелов из глубин. Первым в нашем списке стоит пятнистый лосось, яркая пресноводная рыба, известная своими впечатляющими прыжками и неожиданным гастрономическим предпочтением. В 2013 году ученые сделали поразительное открытие. В желудке одного пятнистого лосося обнаружилось до 20 мышей. Эта находка перевернула представление о рационе этих рыб. Оказывается, пятнистые лососи не ограничиваются привычной диетой из насекомых и мелкой рыбешки. Они активно охотятся на мелких млекопитающих, в частности, на полевых мышей, обитающих у берегов рек. Представьте себе эту сцену. Лосось, затаившийся у кромки воды, терпеливо ждет, когда неосторожный грызун подойдет слишком близко к воде. В нужный момент рыба молниеносно атакует, выпрыгивая из воды и хватая добычу. Американский змей-голов. Незваный гость с аппетитом. Следующий в нашем списке американский змей-голов. Пришелец из азиатских вод, ставший настоящим кошмаром для экосистем американских рек. Эта рыба, завезенная, вероятно, для гастрономических целей из аквариумистики, быстро превратилась в серьезную экологическую проблему. Только представьте себе, в одной реке Потамак насчитывается более 21 тысячи особей этого вида. Но что делает американского змей-голова по-настоящему устрашающим, так это его охотничьи повадки. Эта рыба не просто выходит из воды, она активно преследует свою добычу на суше. Птицы, грызуны и даже змеи, все они могут стать жертвой этого агрессивного хищника. В Австралии наблюдали, как змей-головки устраивают засады, зарываясь в грязь у берега, чтобы внезапно атаковать ничего неподозревающую жертву. Серебряная драконья рыба, акробат-охотник. Перенесемся в Южную Америку, где обитает удивительная серебряная драконья рыба. Этот вид поражает своей способностью буквально летать за добычей. Представьте себе рыбу, которая может выпрыгнуть из воды и схватить змею или птицу, сидящую на ветке над рекой. Местные жители прозвали эту рыбу водяной обезьяной за ее невероятные акробатические трюки. Серебряная драконья рыба настолько быстра, что может проглотить свою жертву почти мгновенно, не давая ей шанса осознать, что произошло. Интересно, что в неволе эти рыбы часто теряют свою способность к таким впечатляющим прыжкам. Возможно, из-за деформации глаз, вызванной постоянным взглядом вверх в поисках пищи. Тигровая акула, известная также как морской тигр, единственный представитель своего рода в семействе серых акул. Эти гиганты морских глубин славятся своим всеядным аппетитом, который порой приводит к удивительным находкам в их желудках – от металлических предметов до самых неожиданных морских обитателей. Но что действительно выделяет тигровую акулу среди других – это ее способность охотиться на границы воды и суши. В Мексиканском заливе эти акулы научились использовать световое загрязнение от морских нефтяных платформ в своих интересах. Они выжидают уставших или дезориентированных мигрирующих птиц, которые, привлеченные светом, оказываются легкой добычей для этих умных хищников. Тигровая рыба – воздушный снайпер. Вопреки своему грозному названию, тигровая рыба не охотится на крупную добычу на суше. Вместо этого она специализируется на ловле ласточек, летающих над водой. С телом длиной около метра и зубами острыми как бритва, эта рыба способна совершать впечатляющие прыжки из воды, чтобы схватить птицу или насекомое в полете. Успех таких атак составляет около 25%, что является весьма впечатляющим показателем для рыбы, охотящейся в воздухе. Каждый вид птиц требует особого подхода. Иногда тигровая рыба сначала беспокоит свою жертву на поверхности воды, а затем атакует. В других случаях она устраивает засаду под водой, выжидая момент, когда птица пролетит достаточно низко. Стрелковая рыба. Снайпер водного мира. Стрелковая рыба известна науке как таксотиды. Настоящий мастер точной стрельбы в животном мире. Эта рыба с яркими желтыми глазами и необычно длинной головой обладает уникальной способностью сбивать свою добычу струей воды с расстояния до двух метров. Представьте себе эту сцену. Насекомое спокойно сидит на ветке над водой, не подозревая об опасности. Внезапно из-под воды вылетает точно нацеленная струя и через мгновение насекомое оказывается в воде, где его уже ждет стрелковая рыба. Удивительно, но сила водяной струи в шесть раз превышает силу челюсти этой рыбы, что делает ее выстрелы невероятно эффективными. Гигантский прыгун. Странник между мирами. Завершает наш список гигантский прыгун. Рыба, призванная Всемирной Организацией Охраны Природы одним из самых странных животных на Земле. И не зря. Представьте себе рыбу с выпученными глазами, напоминающими две крупные бусины на голове, которая может не только плавать, но и передвигаться по суше. Прыгун превосходно адаптирован к жизни на границе воды и суши. Он может дышать через кожу, рот и горло, а его передние плавники функционируют как своеобразные ноги. Эти удивительные создания способны не только охотиться на суше, но даже спариваться и метить территорию вне воды. Эти семь видов рыб демонстрируют нам, насколько удивительным и непредсказуемым может быть животный мир. Они напоминают нам, что границы между водной и наземной средой обитания не такие четкие, как мы привыкли думать. От пятнистого лосося, охотящегося на мышей, до стрелковой рыбы, сбивающей насекомых точными выстрелами воды. Эти создания продолжают удивлять ученых и любителей природы. Их уникальные способности не только интересны с научной точки зрения, но и поднимают важные вопросы о адаптации и эволюции. Как эти рыбы развили такие необычные навыки? Какие еще сюрпризы может преподнести нам подводный мир? Исследование этих уникальных видов продолжается. И кто знает, какие еще чудеса природы нам предстоит открыть. Возможно, где-то в глубинах океана или в неизведанных реках скрываются еще более удивительные создания, чьи способности бросят вызов нашему пониманию природы и границ возможного. До скорого!